Всем привет! С вами Андреев Станислав Валерьевич, 2 апреля 1986 года рождения, уроженец города Крымска. Многие знают меня как автора канала Инспектор Андреев на YouTube. Я извиняюсь, что раньше не выходил на связь, но, к сожалению, пришлось исправлять те последствия, которые наступили после пыток и издевательства коррумпированной мафии Краснодарского края, как я полагаю. И считаю и называю их, потому что иного объяснения их действиям у меня не имеется. Все многие помнят ту историю, когда мы 8 февраля 2021 года снимали видео в ГПК «Энка», где засветился также прокурор Прикубанского округа Бондар. После этого также нами были освещены события и беспредел со стороны судьи Устинова, это Ленинский районный суд, по делу Бондаренко Кирилла Евгеньевича. И финалом этого освещения и расследования стало то, что Краснодарский краевой суд отменил приговор Ленинского районного суда и отправил его назад в первую инстанцию. После этого меня начали преследовать оперативники уголовного розыска УВД города Краснодара, которая находится по адресу улицы Ортевольская, 121. Меня задержали на улице, сообщили якобы, что прохожу по ориентировке какой-то там кражи. Не представились, сфабриковали на меня административное дело по статье 19.3, часть 1 КОАП РФ. После чего меня отпустили с обязательством о явке. Так как я находился на амбулаторном лечении и имел проблемы со здоровьем на тот момент, о чем свидетельствует заключение врачебной комиссии под номером 14. И на протяжении нескольких месяцев на тот момент уже обращался к медицинским специалистам, в том числе к неврологу, потому что болела правая часть головы очень сильно. Головные боли, ввиду того, что имеются противопоказания к препаратам обезболивающим, крайне мало тех, которые мне можно принимать. Ввиду этого боль полностью устранить было невозможно. Мой представитель Ирина Григорьева, Ирина Гургина Григорьева, явилась в Ленинский суд и ей сообщили, подведя в запись, что судебное заседание отложено ввиду того, что судья отправила материал обратно в полицию. После этого, да, извиняюсь, друзья, у меня очень сильная изжога, как раз последствия тех издевательств на протяжении недели, которые были составлены сотрудниками полиции. Значит, мы просматривали сайт Ленинского районного суда, ждали какой-то повестки, но ничего не было. Ничего не было, и уже 24 марта 2021 года к нам в квартиру по адресу проспект Чикистов, дом 22, к нам в квартиру пришли сотрудники СОБР, следователь по особо важным делам, насколько я понял, из того документа, который мне показали, фамилия его Орлов. И также оперативники в этой городе Краснодара. Среди них на этаже присутствовал знаменитый оперативник Голубев Виктор Николаевич. Именно он в 2018 году преследовал меня за инакомыслие, за то, что я призывал его коллег соблюдать действующее законодательство Российской Федерации. И, как оказалось, для полиции это неприемлемо. То есть, за мою же деятельность меня же и, грубо говоря, прессонули. Так вот, с ними также прибыли понятые, понятые в нашу квартиру. Полиция, я, как мне кажется, их узнал. Это были те самые, по моему мнению, понятые, которые в 2018 году присутствовали при обыске в нашей квартире. Жили мы тогда за торговым центром «Пять звезд» на микроволюции «Юбилеи». Рождественская набережная, дом 15. Мне показали удостоверение после того, как Соболь поднял меня с пола. Потребовали прекратить любые видеозаписи. Далее предъявили постановление суда об обыске в рамках возбужденного дела по статье 319. Далее, Октябрьский суд, кстати, выдал, насколько я понял, из документа разрешение на обыск в нашей квартире. Далее, начали проводить обыск, изъяли не только компьютер у нас, которым пользовалась вся семья. Изъяли также всю видеофотоаппаратуру, которая имелась. Также изъяли имущество супруги, уточнив, что планшет она использовала для того, чтобы зарабатывать денежные средства. Она художник, рисует на планшете. После этого, узнав, что это единственное средство для существования, которое останется после того, как они изъявляют, они также забрали планшет, изъяли даже телефоны ребенка, в которых было школьное расписание, чат, где учитель оставляет задания. И оставили только кнопочный телефон ему. Забрали карты банковские. И самое главное, изъяли у меня непонятно в рамках чего. Потому что дело возбуждено за якобы оскорбление какого-то там пристава, которого я назвал дармоедом. И я от своих слов не отказываюсь. По моему мнению, он является дармоедом. И зря получает свою заработную плату, занимаясь на службе беспределами. Следователь изъял заключение врачебной комиссии. Тогда я не понимал, почему это было сделано. Но впоследствии вы сейчас сами все поймете. Забрал другие медицинские документы. Изъял у меня удостоверение журналиста СМИ Росдержава за номером 058-2018. Редакционное задание. Информационный договор с редакцией. После чего достал протокол и начал его заполнять. Уже после производства обыска. Примечательно, что изъяв компьютер, он изъял также и монитор. Хотя ему говорили о том, что это отдельно купленное устройство. К компьютеру в целом не имеет отношения. На нем данных никаких не содержится. Но следовательно слушать не стал. Забрал на монитор тоже. Далее, не разъяснив мне сразу перед началом обыска ни права, ничего. Попытался их разъяснить уже в конце. Я написал в протоколе, что права мне разъяснены не были. Также мне не было предоставлено возможности связаться со своим защитником. Попросил копию постановления на обыск и так далее. Мне следователь сообщил, что я с ним отправлюсь к нему в Следственный комитет на улицу Красноармейскую 25. И там он мне вручит копию. Я спросил обязательно мне сейчас ехать, можно ли явиться. Но после по повестке, так как дверь в квартире повреждена, все перерыто. А также мне в этот день, 24 марта 2021 года, было назначено МРТ в Скал, это вторая троевая больница, на 12.00. Следователь настоял, чтобы я пошел с ним и, соответственно, попросил СОБР, который присутствовал в количестве трех человек, поприсутствовать и проконтролировать, чтобы я отправился с ними. С СОБРом я спорить не стал, потому что это бесполезно, тем более поступали угрозы физического применения насилия. Вышел с ними, также вышла моя супруга и ребенок. На улице, при выходе на улицу, следователь передал меня двум людям в штатском, предположительно оперативным сотрудникам УВД города Краснодара, так как один сказал мне, что зря ты не послушал нас, когда мы тебе говорили прекратить свою деятельность и продолжил дальше. Эти два оперативника отвезли меня в Ленинский районный суд, где судья Ситников, поинтересовавшись, есть ли у меня какие-либо медицинские документы. Я ответил, что документов у меня при себе нет, попросил отложить заседание, предоставить защитника. Так как у меня имеются противопоказания к отбыванию административного ареста. В этом связи с медицинскими документами, такие заболевания, как эмфизема, бульозная болезнь, поджелудочная и тому подобное. Я назвал очень короткий перечень моих заболеваний. Помимо того, что ввиду головной боли, значит наблюдался у него рода. Далее получил 15 суток от судей Ситникова и тут начались приключения. То, что я вам расскажу дальше, скорее всего вас шокирует. Но это происходило со мной и возможно до вас находила не вся информация. Поэтому я сейчас расскажу вам, что было на самом деле. А на самом деле было следующее. Не давали ни попить, ни поесть ничего. Отвезли, а очень долго лежали во дворе Ленинского районного суда. А потом отвезли на Садовую, 110, это отдел полиции. Там находится спецприемник для административного задерживания. Там всех разгрузили, оставили меня и какого-то там старого дедушку. Я поинтересовался, почему вы нас не разгрузили. Сказали, что много шума и сейчас повезут в другое место. После этого отвезли на улицу Ливаневского. Там есть изолятор, насколько я понял, в котором содержат только арестованных в порядке статьи 91. То есть по уголовной статье. И камеры административных, как мне сообщил дежурник, у них нет. Тем не менее, меня поместили в камеру номер 8, без отопления. То есть жуткий холод. Так как следователь не дал мне даже одеться, я вышел в легкой мантии. Замерз. Добили меня еще этой холодной камерой номер 8. После чего я вызвал скорую. Подгналась температура. После этого меня осмотрела бригада скорой помощи и сообщили, что я отправлюсь с ними в больницу. Так вот, после этого меня обратно привели в камеру. Я просидел где-то еще минут 20. Как мне сообщили, скорая уехала. Далее меня погрузили снова в Буханку и отвезли в город Тимошевск. По дороге в станице Новотидоровской по направлению от Краснодара, это за мостом сразу полицейские остановились. Конвой, который меня перевозил, купили там себе шаурмы, что-то еще. И принесли мне питьевой воды и бананов. Бананы есть я не стал, а питьевую воду выпил. По дороге в Тимошевск попытался поспать. Где-то в пути мы пересекали какие-то рельсы на дороге, то есть сильно трясло. Мне стало плохо. Не знаю от этой воды, может быть, которую мне дали сотрудники, или еще из-за чего-то, не могу утверждать. Сами понимаете, то есть находился в буханке, в наручниках. Привезли меня в город Тимошевск и передали и выезд местный. Значит, где я сообщил, что мне плохо, меня тошнит, а есть заболевание соответствующее. На что получен был ответ, что документов у нас нету, иди спи в камеру. И закрыли меня в одиночную камеру, без окон, со сломанным замком двери, который еле закрывался. Продержали там меня несколько суток. Значит, приходил заместитель прокурора Тимошевского района, который на жалобы по издевательствам, по непредоставлению медицинской помощи полностью игнорировал. Хотя я писал на их письменном виде и на имя начальника, просил листки и так далее, просил обезболивающего. Они потом начали вызывать скорую, которая в больницу доставлять мне отказалась. На месте сообщали, что у них нет никаких обезболивающих препаратов, которые мне подходят. Значит, и ничего предоставить они мне не могут. После того, как мне впоследствии стало известно, что приезжали мои товарищи, средние гурьяны, привозили документы. Они сказали, я имею в виду сотрудники полиции, что им какие-то прислали смутные копии, в которых ничего не разберешь. А те заболевания, которые у меня имеются, я должен лечить сам и ничем помочь они мне не могут. Ко мне в камеру, меня потом перевели в другую, посадили двух человек, которые активно пытались заставить меня есть местную еду, хотя она была очень соленая. И я попробовал это сделать, меня вырвало неоднократно. То есть, мои слова можно легко подтвердить с записями камеры видеонаблюдения. В каждой камере с административно задержанных их установлено две. Я снова обратился вызвать скорую, на что получил ответ, что ты давай начинай есть там нашу еду, мы тебе предоставить диету не можем, лекарств у нас нету, терпи как хочешь. Соответственно, мои жалобы и доводы о том, что меня рвет, у меня поднимается температура, ну, полицейским было, по сути, наплевать. Потом меня рано утром вывез конвой на легковом автомобиле с номерами АОС, насколько я запомнил букву, по-моему, 347. Технически неисправный автомобиль, разбитое лобовое, и работали дворники, что я запомнил. И из Тимошевска отвезли меня в город Услабинск. По дороге один из конвойных сообщил, что, как я понял из разговора с ним, что везут меня туда, потому что в больнице в Услабинске установлен карантин, то есть больница в Услабинске не принимает людей, только поликлиника. А в Тимошевске больница рабочая. То есть я делаю выводы, что меня привезли туда, чтобы не было возможности попасть в больницу, провести обследование и госпитализировать, так как сразу же ко мне приезда и защитники с камерами и так далее. В городе Услабинске меня приняла начальник учреждения Короткова Елена Юрьевна, которая сразу заявила, что ни лекарств, ни фельдшера, ни питания для меня здесь нет. И чтобы я спокойно досидел свои сутки и потом разбирался с теми, кто меня посадил незаконно, как я считаю. На что я ответил, что мне необходима медицинская помощь. И здесь, друзья, начались мои приключения. На протяжении шести дней многое можно увидеть в стримах у моих друзей. Ко мне приезжали скорые в первые несколько суток, которые отказывались предоставлять мне обезболивающее. В итоге я настоял, чтобы меня отвезли в больницу, где, проведя томографию, другие исследования полностью подтвердили, что у меня имеется заболевание, о котором написано в заключении врачебной комиссии. То есть сами подтвердили, что это правда. Значит, до приезда адвоката никаких действий с их стороны, со стороны медиков не принималось, чтобы мне помочь. То есть даже не давали обезболивающим. В течение семи дней я выпрашивал обезболивающее. Так вот, в камеру ко мне подсадили двух человек, которые поначалу со мной нормально общались, пытались просто на словах отговорить меня от жалоб, от того, чтобы я... говорили о том, чтобы я принимал местную пищу, воду. Кстати, в Тимошевске я также пытался попить воду из-под крана, она у них сильно хлорированная, и меня опять рвало. То есть, понимаете, да? после того, как они поняли, что я жалобы писать не прекращаю, на имя прокурора написал, чтобы прекратили вот эти издевательства, перешли уже на угрозы. Последнее, что было сказано в мой адрес, когда они поняли, что я не врубаю заднюю, что я стою до конца, было то, что это моя последняя ночь. Спасло меня, скорее всего, то, что пришли адвокаты из выселок, два адвоката, а также посещал не Наталья Валивач, не ребятам придавали огласки. Скорее всего, все эти стримы увидели. Полицейским ничего не оставалось, как вызвать скорую, которая уже более охотна при отсутствии адвокатов отвезти меня в больницу. где начали происходить самые настоящие чудеса и беспредел, полное беззаконие. То есть я это утверждаю и называю вещи своими именами, потому что я был не в одной больнице и знаю, как действуют врачи, когда их не просят. Об этом сотрудники полиции. Со мной постоянно ездили люди в штатском, в черных масках. Одному из них я сказал, что намерен обращаться в Федеральную службу безопасности Российской Федерации. На что, ухмынувшись, он сказал, что вот эта экзекуция, как он это назвал, по отношению ко мне, была согласована с Федеральной службы безопасности Краснодарского края. Несколько суток, я сейчас точно не готов уже сказать, меня перемешалось все, сильно болела голова и полицейские издевались, подсовывали мне подписывать согласие на вмешательство медицинское. А у меня порой глаз и сейчас вот плохо видит, то есть намного хуже, чем левый, приходилось приглядываться. Они трясли этой бумажкой и, соответственно, не мог попасть, где нужно оставить подпись. То есть даже в таких мелочах. Потому что считали, что я зря отнимаю в них время. Меня несколько суток облучали томографами, проводя одну и ту же процедуру разными рентгенами, то есть в каждой больнице заново все делали. В итоге я попал уже под камерами ребят при огласке. Я попал в станицу, по-моему, называется Тбилиска, в районную больницу, где врач-женщина написала справку о том, что я содержаться не могу, а также расписала лечение, которое мне необходимо. Ну, по крайней мере, предварительное, потому что она узкого направленности специалист. у меня заболеваний много, и это должно наблюдаться у пульмонолога, невролога, гастронитеролога, таракального хирурга и так далее. У меня на легких, все легкие полностью покрыты булами. Есть гигантское було на левом легком, то есть есть риск из-за нервов и риска воздействия и условий, что это було лопнет. И тогда, то есть, придется отрезать значительную часть легкого. А это вы можете уточнить у любого таракального хирурга, загуглить в интернете, эта информация имеется. Подтвердив все мои диагнозы, получив справку о невозможности содержания, меня снова отвезли в спецприемник города Услабинска, где начальник сказал, что ей плевать на эту справку, что их интересует только постановление суда либо заключение врачебной комиссии. Водворили меня снова в камеру. На утро, насколько я помню, не помню, какого числа это было, у ребят в старине должно быть. Меня отвезли снова в больницу, значит, где без моего согласия на то, да, провели медицинскую комиссию по отношению ко мне. Вписали все мои заболевания, то есть, сами врачи подтвердили, что они у меня имеются. Ну, поставили свои три подписи, но при этом ни назначенного лечения, ни противопоказаний, как это должно быть заключение врачебной комиссии, ничего вообще не дали. То есть, на основании вот этого заключения сотрудники полиции сказали, что я могу содержаться. Отвезли обратно в спецприемник города Услабинска, где пришла начальник и сказала, что ни хрена, ни питания, ни лекарств я не получу, фельдшера нету, иди в камеру, спи. Я пошел в камеру, соответственно, попытался уснуть, и где-то около 4 утра меня начало рвать через каждые, там, не знаю, 10-15 минут рутками. Они это увидели, поняли, что уже делать ничего они с этим не могут, снова повезли меня в больницу. Повозили по больницам, где врачи говорили, что не хотели брать на себя ответственность, так как они ранее отказали. В итоге я попал в город Гулькевичи, в инфекционную больницу, как они посчитали, проигнорировав другие заболевания, лечение, нанесенный ущерб без еды, без воды, соответственно, обезвоживание организма. Кстати, прокурора я так и не увидел, Владивосток Менский. Они привезли меня в город Гулькевича, в инфекционную больницу, где врач сказала, что меня госпитализируют, дала соответствующую бумагу сотрудникам полиции, они уехали. На тот момент я так до сих пор не получил обезболивающего, то есть болела голова. Я сказал врачу, что помогите как-то. Она сказала, что у них лекарств таких нету. Специалистов тоже нету, кроме инфекционных. Ты хирурга. После этого ушла, где-то минут 40 ее не было, вернулась и сказала, что положить она меня не может, так как у них нет специалистов, так как она ознакомилась с делом, у меня куча с медкарты, вот эти дела, которые полицейские собирают. Она копию сняла, сказала, что очень много у меня заболеваний, она ответственности на себя брать не будет. Я попросил направление тогда в город Краснодар, чтобы пойти уже во вторую краевую там больницу, госпитализироваться, как еще в другую, любую, но получил отказ. Сказала, что тебе нужно написать отказ от перспитализации здесь и написать заявление, что я отправляюсь в город Краснодар для продолжения лечения. Я так и сделал, отдал я эту бумагу, она направила меня на всякий случай сдать анализы. Это на входе в ультекиевскую больницу, что там приемный покой или что-то такое. Я пришел туда, начал сдавать кровь, там с пальца, с вены, мочу сдал. И тут пришли трое сотрудников ППС, которые задержали меня, составили на меня протокол за отсутствие маски, которую мне не выдали ни полицейские у Слабинской, которые меня привезли ни с сотрудниками Минздрава. После этого погрузили в багажник воронка у Лазика и отвезли меня на территорию отдела города Гулькевич. Там где-то продержали меня на холоде на улице минут 40. снова приехали из Услабинска заместитель начальника. Забрали меня с оперативными сотрудниками на частном автомобиле и привезли в город Услабинск. Снова поместили в камеру. Ночью мне опять стало плохо, то есть рвало понос и так далее, то есть кровью там вот утром им деваться уже было некуда. Они снова меня погрузили в скорую, снова повезли меня в город Гулькевичи, где уже более нормально госпитализировали в бокс. В четыре, насколько я помню. Где-то на протяжении часов четырех я просил обезболить, просил какие-то лекарства, на что получил ответ, что ты знаешь, не выделывайся, а то мы тебя выпишем и ты снова поедешь в изолятор. Тот самый врач, который меня в прошлый раз фактически выгнал из больницы. Я был задержан сотрудниками ППС. Короче, четыре часа прошло, я вижу, что они ничего не дают. Мне удалось через посетителей, которые гуляли по территории, то есть я открыл окно, попросил телефон, позвонить, связался с друзьями и решил оттуда уехать, потому что вот эти издевательства, вот эта вот боль, которая продолжалась на протяжении недели вообще без лекарств. То есть раньше я как-то дома принимал лекарства, как-то снижал, а тут издевательства, вот эти воздействия моральные и так далее, то есть добили уже все, уже чуть не до истерики, хотя у меня работа такая, уже не выдерживал, просто морально не выдерживал отношения в этой больнице как к преступнику. То есть чуть что попрошу, чуть что сообщу сразу, мы тебя можем выписать, мы отправим тебя обратно, то есть понимаете, вот, связался с друзьями, уехал, друзья, потому что уже терпеть это издевательство, просто нет никаких сил. Более того, присутствует даже, по-моему, это слышали блогеры, лисы против, один из сотрудников, когда они снимали на камеру в больнице, он был в штатском, в черной маске, сказал, что, разговаривал по телефону, сказал, что даже если Андреева положат, все равно оперативники его заберут по-другому какому-нибудь факту, понимаете, да, вот, поэтому, чтобы не убили меня сотрудники МВД Краснодарского края, чтобы не испортили до конца здоровье, мне пришлось оттуда уехать, я обращаюсь к гражданам, к блогерам, нормальным блогерам, которые готовы этот материал публиковать, может быть, кто-то отправит жалобы, может быть, кто-то достучится до какого-либо руководства, потому что реально, отобрав все медицинские документы, отобрав все, что у меня было, кроме паспорта, нет ничего, денег нет, карточек нет, вообще ничего нет, то есть отняли все, я даже не могу обосновать в больнице нигде, что у меня за заболевание, кроме моих слов, а в том же городе Гулькевича они сообщили, что это стоя их слов, у нас же нет этих медицинских документов, а за тросами будем делать долго в ту полиплинику, вот, и получать необходимые сведения, то есть оказался в такой ситуации, мои товарищи, по моей просьбе, обращались к каналу личное мнение через его юристов, по-моему, Ольга Иванова зовут этого юриста, есть переписка, она сообщила, что огласка будет стоить 200 тысяч рублей с юридическим сопровождением, поэтому я весьма огорчен, неоднократно рассказывал о проблемах других блогеров, журналистов, никогда не брал за это ни копейки, взятки и деньги с людей я тоже не брал как журналист, поэтому у меня нет средств оплачивать таких дорогостоящих блогеров, вот, тем более лишили всего фактически меня и мою жену, поэтому я обращаюсь к тем, кто не будет требовать мне деньги, тем, кто готов помочь, чтобы не убили просто, чтобы вот этот следователь Орлов, который зачем-то изъял все у меня, не относящийся к делу моей супруги, моего ребенка, просто уничтожают граждан, сотрудники МВД, понимаете, чтобы просто не убили, уже просто чтобы не убили, не то, что там не посадили, чтобы просто не убили. Я прошу поддержки блогеров, граждан, значит, юристов, которые могут оказать помощь. Мой защитник Григорьева Ирина Гургеновна может дать любые пояснения, наработанные материалы, сориентировать. Для этого я сейчас назову ее номер телефона 8 928 844-85-88. С ней можно связаться и, соответственно, оказать необходимую помощь. Потому что ни прокуратура, ни ФСБ, ни УСБ, ни какие-либо другие структуры, куда обращались, чтобы мои представители писал я, никто никакой помощи не оказывает. А прокурор Услабинского района наглую просто смеялся в камеру моим товарищам и говорил, что якобы он со мной общался. Но я утверждаю и заявляю, там из-за камеры установлены, что я прокурора Услабинского в глаза не видел. И также хотел заявить о том, что в Российской Федерации в Горгаснадском крае уничтожают таким образом гражданина Андреева, гражданина Российской Федерации совершенно по беспределу, начиная со следователя, заканчивая оперативными работниками Краснодарского края. Сейчас пытаюсь здоровье восстановить, соответственно, последствия имеются, еду организм нормально не принимает, то есть, грубо говоря, рота и так далее, да, в больницу обращаться уже боюсь, потому что многие из вас в эфирах на канале Лисы против народной контроли Кубани, социальное преображение, там особо опасный юрист, Бульбас, тех ребят, которые поддержали глазкой, видели, как ко мне относились, то есть, просто, если человеком не угодно, если человек снял порог в какого-либо судью, написал заявление на пристава, то его просто могут убить, в прямом смысле слова, доведя до того, что, ну, уже ни таблетки, ни специалисты тебе не помогут, поэтому прошу прощения, что раньше я не вышел на связь, я только-то вот недавно смог нормально помыться, побриться, вот, после того, что там происходило, и крайне, ну, не мог я записать такое обращение, у меня просто не было ни нервов, ни сил, ни ничего, просто ничего, потому что это уже ни в какие рамки не входит, вот, поэтому прошу поддержать глазки, все.